В день голосования проявляются технологии корректности подсчета голосов, правильности организации работы на избирательных участках и контроль и открытость всего процесса голосования. Что мы видим по сегодняшнему дню? Сегодня мы наблюдаем большой всплеск практически со всех территорий, где у нас довольно неплохие результаты. Сегодня мы видим, что целый ряд типовых нарушений, больших количеств. Сегодня работал Центральный избирательный штаб в режиме открытого пресс-центра. Все, кто здесь был, могли это наблюдать. Мы делали прямые включения со всех территорий. Естественно, информация, которую озвучивали люди, это официальная информация, это все официальные лица. И они заявляли довольно интересные сведения. Я хочу сказать, что более 300 сигналов сегодня мы получили только в Центральный штаб, не считая региональных штабов. И вы понимаете, что в Центральный штаб, в общем-то, сводились довольно, уже, так скажем, острые случаи и зафиксированы. Ну, можно привести примеры, например, о том, что в Челябинской области был зафиксирован вброс в мюлитене со стороны председателя участковой комиссии, где было заявлено уголовное дело. Значит, практически везде мы наблюдаем прогноз избирателей. Практически в каждой территории, так или иначе, есть сообщение о нарушениях в организации процесса выборов на избирательных участках. Что имеется в виду? Неправильная брошюровка, не в соответствии с законом, значит, листок учета избирателей, пометки всевозможные. Неправильная организация пространства на избирательных участках, нарушение при организации выездного голосования, подвоз избирателей в больших количествах, причем даже в таких регионах, в которых мы этого не ожидали, например, в городе Москве мы наблюдали, скажем так, вереница автобусов на отдельных избирательных участках. То же самое можно сказать и о так называемых «каруселях». Скажем, сегодняшний день голосования открылся сообщениями с Алтайского края, где фактически было заведено уголовное дело в организации вот такого подкупа избирателей по принципу «карусели» и составлена соответствующая документация. Так вот, обращение по этому поводу у нас как минимум еще из 20 регионов есть. Конечно, все эти обстоятельства и факты будут соответствующим образом оформляться и получать развитие. Значит, резюмируя сегодняшний день, хотелось бы сказать о том, что мы настороженно воспринимаем вот эти два факта – рост нарушений в деле голосования в организации процесса выборов и несоответствие данных экзи-пулов с официальными данными, которые идут сегодня.